Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители YouTube канала Политсигнал. Продолжаем наш разговор о трагедии в Баренцевом море с секретной российской подлодкой АС-31 под названием Лошарик. Появились новые публикации на эту тему и впереди у нас разговор как раз о них. Но перед этим я хотел бы упомянуть ролик от 6 июля. АС-31, Лошарик и американская подлодка НР-1, который набрал около 130 тысяч просмотров и около 300 комментариев. Из них довольно много было замечаний лично в мой адрес. Мягко скажем, по поводу дикции, произношения, ударения и еще чего-то. Зачитывать их я не буду. Но соглашусь с этим, действительно, я не Цицерон, не диктор Центрального телевидения, не Владимир Соловьев и даже не Алексей Навальный. Но мне кажется, что есть люди из более худшей дикции, например, Михаил Леонтьев. И все тем не менее нормально. Все к нему привыкли и с удовольствием или без, но слушают. Надеюсь, что мое произношение улучшится так же, как и ваши отношения ко мне. Это мы отвлеклись от главной темы. Давайте перейдем к рассмотрению других комментариев к этому ролику. Их довольно много. Они оскорбляют погибших подводников. У меня вопрос к тем, кто написал такие комменты. Почему вы не уважаете и не цените другие жизни? Почему вы делите людей? Эти пускай живут, а те должны умереть. Что такого неправильно сделали подводники, которые действовали по присяге, по уставу, спасая их свой корабль? И это позволяет вам насмехаться над ними и их смертью? Считаю, что те, кто радуются смертям с подводников, жалкие и никчемные люди. Для которых нет ничего святого, нет законов морали, нравственности, нет понятия чести, достоинства. А есть только ненависть ко всем, кто не разделяет его мнение. Увы, но это похоже именно так. Так, из всех комментариев я хотел бы выделить один комментарий. Секретный подводный аппарат. Вам о чем-нибудь это говорит и нечего строить версии. Экипаж с такими званиями это говорит об уровне выполняемых задач и не более того. Какие задачи он решает, нам знать не положено. Все остальное трескотня. Слушать дилетантские рассуждения просто противно. Причиной аварии может быть и человеческий фактор в том числе. Гадать на эту тему можно без конца. Но это так и останется лишь версиями. Вечная память погибшим. Бывший подводник Пларб Валерий Кравцов. Абсолютно присоединяюсь к этому высказыванию. Возвращаемся. Кстати, как раз об этом и будет следующий материал о героях-подводниках. Спавших ценой своей жизни уникальную подводку. Итак, слушаем. Гидронавты, погибшие на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море, могли выжить, если бы не инструкция по борьбе за живучесть судна. Был ли у них шанс эвакуироваться? Это круче, чем закон. Погубило ли членов экипажа АС-31 инструкция? В прессе появилась новая информация об аварии, в результате которой 1 июля погибли 14 офицеров ВМФ. Как утверждается, экипаж глубоководной станции мог в полном составе эвакуироваться на подлодку-носитель, но предпочел действовать согласно руководству по борьбе за живучесть судна нарушения, которого грозит уголовным наказанием. На самом деле это ошибочная интерпретация, считают эксперты Бизнес-ФМ. Андрей Ромашков продолжит. Новую, более подробную версию событий, которые привели к трагедии на АС-31, описывают источники газеты «Коммерсант». По их данным, авария развивалась следующим образом. Вечером 1 июля, когда глубоководная атомная станция производила стыковку с подлодкой-носителем, в аккумуляторном отсеке АС-31 появился дым. Первоначально возгорание не представляло угрозы жизни экипажа, поэтому командир подлодки приказал перейти на носитель всем, кто не будет задействован в так называемой «борьбе за живучесть», фактически в тушении пожара. Точно восстановить действия оставшихся на борту АС-31 подводников не представляется возможным, все они погибли. Но известно, что они израсходовали все огнетушители, пеногенераторы и баллоны с фреоном. Когда на станции закончились запасы воздуха, в том числе в шланговых дыхательных аппаратах, экипаж запросил разрешение эвакуироваться на носитель. Командир подлодки удовлетворил запрос и направил для помощи пострадавшим четверых членов основного экипажа. Шлюзовое устройство было повторно открыто, и в это время произошел взрыв. Десять подводников АС-31 и четверо эвакуаторов погибли. По данным источников газеты, уже в доке эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея. Проводится дальнейшее исследование, в том числе с искусственным подрывом аналогичных аккумуляторов на полигоне. Опираясь на эти данные, можно ли сказать, что решение остаться на АС-31 в соответствии с инструкцией привело к гибели подводников? Комментирует глава Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин. Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок – это единый документ для всех подводников, кем бы они ни были. Это круче, чем закон. У нас законы меняются, а в принципе РБЖПЛ не меняются никогда, потому что они написаны ценой жизни многих подводников. Запрещено покидать отсек, в котором произошла авария, неважно, пожар или что-то другое. Разрешено покидать только по решению командира подводной лодки, потому что те случаи, когда весь состав покидал эти отсеки, пожар перекидывался на соседние отсеки, жертв было гораздо больше. Поэтому трактовать тут все очень просто. Подводники, спасая корабль, спасают и себя. Даже если принять за данность распространенную в прессе информацию, вопросы остаются. Во-первых, действительно ли взрыв батареи мог мгновенно убить 14 человек? Даже учитывая мощность аккумуляторов, это не противотанковые мины. Подлежит ли оценке решения командира лодки-носителя о том, что экипаж АЭС-31 должен бороться за живучесть станции, а не эвакуироваться? Малую атомную подлодку можно было и отсоединить, хотя и с неопределенными последствиями. Наконец, почему сначала АЭС-31 пытались спасти, а потом решили эвакуировать? В любом случае, претензий к действиям погибших подводников быть не может, говорит военный обозреватель газеты «Комсобольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Вся лодка поделена, вы знаете, на отсеки. Их несколько. И если тебя пожар застал в твоем отсеке, ты никуда не должен из него бежать. Ты должен сделать все, чтобы погасить пожар, даже ценой своей жизни. Точка. Я должен сказать о том великом поступке, который совершили наши моряки, которые вытолкнули в негорящий отсек вот этого гражданского специалиста, конструктора, а сами вернулись в ад. Вот они, еще двое из них, и стали как раз героями Российской Федерации. И тут никто даже и вякать не сможет, что они получили свои золотые звезды незаслуженно. Некоторые российские издания не стали глубоко погружаться в тему и опубликовали короткие заметки о том, что спасение экипажа оказалось бы нарушением закона. Конечно же, это упрощение. Из имеющейся на данный момент информации можно сделать вывод, что это не история про ужасные российские законы или инструкции. Это история о поступке экипажа АЭС-31. Надо остаться спасать атомную подводную станцию? Спасаем. Надо умереть, чтобы обеспечить безопасность многократно большего экипажа подлодки-носителя? Умираем. И вот еще одна публикация о наших подводниках от наших соседей, таких самостийных и незалежных, которые нашли повод не посочувствовать, а даже наоборот, выразить свое удовлетворение по этому поводу. У этого ничтожного человека есть фамилия и зовут его Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Крыму. Итак, читаем. На Украине объявили о причастности гибели русских подводников. Одной из причин гибели 14 российских моряков на глубоководном аппарате АЭС-31 «Лошарик» якобы является то, что РФ отказалась от украинских аккумуляторов, которые должны были быть установлены на подлодке. Об этом пишет российское деловое издание «Коммерсант». Издание пишет, что глубокоодные станции типа АЭС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились на Украине. А после обострения отношений между странами аккумуляторы заменили на российские литий-ионные батареи. В свою очередь, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что авария на российской подлодке это прямое следствие украинских санкций. Санкции, которые работают. Авария в РФ на печальной знаменитой подводной разведывательно-диверсионной лодке «Лошарик» и массовая гибель российских подводников вызвана импортозамещением батарей, которые до войны поставлялись из Украины в Россию. Уверен, пишет этот субъект, что полноценная, а не выборочная и иногда фейковая реализация уже введенных Украины санкций против РФ существенно пошатнула бы военную мощь государства-агрессора. И намерение нового руководства СНБО по наведению порядка в этой сфере стоит только приветствовать, пишет Бабин в своем блоге. Вот такая публикация от этого ничтожного человека. Пишите свои комментарии, будем их рассматривать, будем их зачитывать. Нецензурные комментарии будут удаляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!